Сегодня довольно необычный выпуск. Резать, жарить, варить и переминать, складывать в бутерброды и заворачивать в блины я не буду. Но я сегодня расскажу вам об очень интересном продукте, о котором многие не знают. А те, кто знают, большинство избегают, а если вдруг хоть раз попробовали, остаются поклонниками этого замечательного продукта. Морские ежи. Они вообще есть практически там во всех, во-первых, холодных морях, откуда их, собственно, и привозят к нам. Либо Дальний Восток, это Тихий океан, в Россию привозят еще с Мурманска. Они есть в Средиземном море, но в Средиземном море, в зависимости от того, как вода нагревается, там у них есть сезонность. Летом их не рекомендуют есть, а зимой рекомендуют есть. Но это все детали. У нас они приходят всегда из холодных морей, поэтому мы их, в принципе, на сегодняшний день уже круглогодично. Я встречаю морских ежей в ресторанах. Новосибирск, Красноярск, есть морские ежи в Москве, Санкт-Петербурге, во всех городах, которые продуктивные, современные, молодежные, институтские. В общем, это не жареные пирожки, их нет в каждой божьей деревне. Но люди, которые хотят быть чуть-чуть грамотнее по отношению к морепродуктам, должны обязательно знать, что есть вот такая штука, как морской еж. Вот смотрите, значит, выглядит он вот так. Вот здесь у морского ежа находится ротовое отверстие, клюв, которым они собирают еду. Ну, значит, и здесь входное отверстие. Где выходное, я не знаю, не искал. Ежи, где у тебя выходное отверстие? Но это не так важно. Значит, вот такие иголки, они не протыкают пальцы. Значит, если его поставить, ну, там в зависимости от того, вон, смотрите, видите, иголки двигаются, еж живой. Он даже видно, как еж сам двигается, потому что иголки двигаются. Вот здесь вот можно посмотреть. Очень много йода. Говорят, что в мурманских йода больше, в тихоокеанских меньше или наоборот. Но суть в том, что такое количество питательных, полезных веществ, протеинов, аминокислот и всего, что есть в ежах, нет практически ни в одном животном там или живом организме в мире. Почему их японцы, например, называют секрет долголетия. Секрет долголетия. Значит, долголетия, потому что в Японии это культ. Культ этих ежей. Их подают с перепелиным яичком. Ну и, соответственно, едят, едят, едят. Даже есть такие компании, которые обрабатывают ежа, вскрывают его, достают икру и калибруют ее. Покрупнее, помельче. Она лежит в таких боксиках, в маленьких. Ну и стоит примерно, примерно. Значит, я вчера спрашивал на Даниловском рынке. Есть прям коробочка вот такая. Чистая икра ежа без ничего. Килограмм стоит 10 тысяч рублей. Если ежи крупные, икра крупнее, то она может стоить дороже. А сам по себе еж, вот такой вот, в ресторанах, стоит от 150 до 250 рублей. Но я хожу там, где по 150. Почему я вам все это рассказываю? Да потому что икра морского ежа ценится на уровне черной икры. Только черная икра стоит 50 тысяч там и выше. Можно, конечно, и за 17 найти, но это так себе. Здесь она, во-первых, дешевле. Во-вторых, это свежак. Это свежий, живой, морской еж, который, вот вы боитесь, да, пробовать это все в ресторанах. Мои шефы, друзья, говорят, мы не берем ежи, потому что люди видят, что у него вид такой ужасный, колючий. И вообще, как можно это есть? И не покупают. Ролик для того, чтобы вы покупали, вот, пробуйте, друзья, попробуйте, пожалуйста, хоть раз морского ежа. Вас реально удивит и вкус. Ну и про полезные свойства вы можете в гугле почитать, там все есть. Смотрите дальше. Значит, как его вскрывают повара. Значит, в мишленовских ресторанах икру достают и подают ее там в виде суши, еще чего-то. В обычных ресторанах, везде, где есть ежи, его вскрывают. Нужно взять ножницы, проделать дыру и аккуратно отстричь верхушку. Вот, смотрите, берем и вот таким образом вскрываем. Ну, ножницы прекрасно режут. Вот, здесь не какой-то цементный панцирь, он довольно хрупкий, но нужно быть аккуратным, чтобы как можно меньше иголок попало внутрь. Вот, смотрите, крышечку снимаем. Оп. Вот, что мы имеем внутри. Кишечник, соответственно, вот здесь вот то, что я вам показывал, это вот челюсти и так далее. Вон он, видите, он еще живой. Извини, брат, но мы тут, понимаешь ли, всеядные. Далее делаем вот так. Нужна чайная ложечка. Вот, смотрите, вот эта оранжевая есть икра морского ежа, которую мы и едим. Видите, она лежит звездочкой. В некоторых, у некоторых аккуратных ежей она прям вообще великолепно, красивая и так далее. Значит, далее нужно ее почистить. То есть, чаще всего это делается вот таким образом. Руками там или ложкой, или еще чем-то. Самое главное, не надо ее оттуда вытаскивать. Ну, то есть, я, например, кайфую именно из-за того, что икра лежит там на своем месте, и мы можем получить ее в самом панцире. Вы даже не представляете, насколько здесь еда больше, чем в тех же устрицах. На мой взгляд, вот люди в России уже более-менее привыкли к устрицам, едят их, да? А еж и вкуснее, и ценнее. Ну, я не к тому, что устриц не надо есть. Надо-надо все есть. Самое главное, что у нас в России это 100% российский продукт. Его добывают у нас в Тихом океане и, соответственно, что там у нас? Мурманск, Баренцево море, наверное. Я на Камчатке, когда был в позапрошлом году, мы прям в океане просили дайверов. Нам ныряли и оттуда доставали морских ежей со дна. Достали его, ты его раз ешь и понимаешь, что да, я в России, я на Камчатке. И свежее вообще ничего не может быть. У японцев даже есть праздник. В этот праздник каждый обязан съесть одного ежа. Каждый японец. Знаете, у нас как Пасха, все должны съесть яйцо, а у них есть праздник, в котором едят ежей. И, в общем, так как японцы далеко не дураки, я им верю. В общем, если вдруг у вас есть фильтрованная вода, то обязательно фильтрованную еду нужно промыть. Видите, вот эта вот часть кишок, да и тот сок, который там есть, да, внутри. Вот его можно слегка-слегка фильтрованной только водой. Знаете, у нас есть в рестиках, из-под крана прям хлорочкой. Вот так выглядит икра морского ежа, когда мы вскрыли ежа. В Японии принято есть с перепелиным яичком. В России тоже многие рестораны, и шеф-повара привезли эту историю, мол, типа, да, яичко кладем, соевого соуса капельку, лимончик рядом. Я всегда говорю, для того, чтобы, ну, совсем следовать каким-то канонам, блин, ну, японцы так привыкли, они вообще живы по-другому. Ну, а я, например, каплю соевого соуса и лимонный сок. Баланс кислого и соленого соевого соуса создают как раз-таки вот к сладкой икре, она реально сладкого вкуса. Создают такую гамму, что, ну, я, например, вот сейчас говорю, у меня аж слюна выделяется, потому что это реально очень вкусный продукт. Значит, многие сравнивают ежа с устрицами, не надо сравнивать. Если сравнивать, то мы понимаем, что морской еж исключительно сладкий, а в устрицах очень много йода и соленая вода внутри, которую, в общем, и ценят. Я-то люблю и устриц тоже безумно, так же, как и морских ежей. Но всегда говорю, ребята, не промывайте, не промывайте морскую воду. Потому что многие люди, кто первый раз, вот у меня, например, супруга, когда-то давным-давно, она первый раз попробовала устрицу. Так мне, чтобы она их начала есть, стоило там 10 подходов. И все время, ну, попробуй еще разок, ну, попробуй. То есть, людям тяжело привить любовь к устрицам. Редко-редко кто прям раз из первого раза начинает все это есть. То с ежами гораздо проще. Моя жена их стала есть на второй день. На второй раз, вернее. Ну, то есть, один раз попробовала, а второй раз такая, типа, ой, я бы, наверное, еще раз попробовала. Попробовала такая, блин, какие вкусные, какая вкусная икра. Вот смотрите, каким королем вы себя почувствуете, когда вам принесут целый тазик вот таких вот звезд. Традиционно, как я уже сказал, японцы едят с перепелиным яичком. Можно в первый раз обязательно попробуйте одну звезду. Ну, то есть, почему одну звезду? Это ежик, это ежик, икра морского ежа. Попробуйте икру без соевого соуса, без лимона, без юдзу-понзу, без всего. Всего лишь для того, чтобы понять, какая она на вкус. Для устриц я также рекомендую. Ну, а потом, ну, кто любит как, кто-то продолжает есть без всевозможных соусов. Я, например, всегда добавляю, можно, кто-то добавляет соевый. Я, например, добавляю, у меня есть соус юдзу-понзу. Это, значит, есть такой цитрус японский юдзу, на котором очень много всего построено. Там и мороженое со вкусом юдзу, и десерт они добавляют. И вот смешивают с соевым соусом, еще с десятком ингредиентов, с сахарным сиропом, со всеми пирогами. Он имеет такой очень, какой-то такой аромат, когда нюхаешь, а слюна выделяется. Вот этот аромат кислоты. Соответственно, можно вот каплю прям сюда, каплю, каплю, немножко лимонного сока. Тоже, тоже несколько капель. Ой, как, я их обожаю вообще. Ложечкой берете, видите, ничего страшного, как обычная икра. Как кабачковая, баклажанная, ну или как икра морского ежа. То есть, вы просто-напросто берете вот эти лучики и поддеваете ложечкой. Конечно, для меня лично интереснее есть икру, если она в панцире, в самом еже. А не так, как отдельно вам на тарелочке принесли, там с чем-то смешанной. Это сладковатый привкус, конечно, ни с чем не сравнить. Почему вы не едите ежей в ресторанах, я не знаю. Я когда вижу ежа в ресторане, в меню, я всегда говорю, мне парочку. Как минимум. Если дорого, а если рублей по 150, то можно рубануть и десяток. Потому что, ну вот представьте себе, допустим, даже 200 рублей. 10 штук стоит 2000 рублей. Да, я понимаю, что если у кого-то из моих подписчиков там зарплата 10 тысяч рублей в месяц, да, 2000 это дорого. Но если вы иногда себе на праздник позволяете ходить в ресторан, то я каждый раз говорю, пробуйте другие рестораны. Пробуйте сегодня мясной, завтра там на следующий праздник рыбный. И обязательно, если в вашем городе есть ресторан, в котором подают ежей, ешьте их. Это не только полезно, это не только ценный мех. Ну и 5-6 килограммов жира здесь нет. Все, этого ежа оставлю продюсер. Вот так. На здоровье, приятного аппетита. Как сейчас модно говорить, подписывайтесь, ставьте лайки. Там еще про какой-то колокольчик все блогеры твердят. Я не знаю, что это за колокольчик. Но, в общем, если вы в курсе, то, пожалуйста, тоже с ним повзаимодействуйте, с этим колокольчиком. Я надеюсь, что это пойдет на пользу вам для вашего гастрономического развития. Пока и приятного аппетита!